Дорогие друзья, я приветствую вас на телеканале Гродно Плюс в очередной передаче «Званый гость». Сегодня «Званый гость» естественно обусловлен теми событиями, которые происходят у нас. А в Гродно проходит 16-я международная ярмарка-выставка «Еврорегион Неман-2014» и Международный инвестиционный форум. Естественно, на этих мероприятиях мы не могли не увидеть нашего давнего друга и соседа, мэра города Друзкинка Ричарда Малинаускаса. Спасибо, что согласились на это интервью, Ричардас. Я очень рад вас видеть в нашей студии. Много лет существует договор между соседями. Чем стал Гродно для вас в последнее время? Наверное, городом, который и сосед, и друг. Ну, так уже сложилось, что Друзкинка и Гродно для Друзкинка это самый близкий город, даже ближе Алья Литуса и Варена и Лоздья. И очень приятно, что несколько лет подписан назад договор, как города-побратимые. Мы общаемся не только на уровне властей города, самоуправлений или областей, но также это переходит и на разные проекты, на общение между нашими людьми, жителями. И это очень приятно, что проекты происходят на разных сферах, как и культуры, так и просвещения, и туризма, и так далее, и так далее. Это очень приятно. Но вы один из инициаторов создания совместных проектов, и Гродницы вам благодарны. Ну и сейчас вот мы знаем, что будет реализован один из грандиозных проектов создания велотрассы между городом Гродно и Друзкинкаем. В какой стадии эта работа? Я думаю, что нужно все делать, что это расстояние 35 километров можно было пересечь на разном транспорте. К сожалению, некоторые виды транспорта так сложились, что не сохранились, как железная дорога, наверное, о которой мы будем много в общем работать, что она была восстановлена. Мы сейчас много и думаем, и работаем о реке Неман, которая объединяет тоже наших городов, и о таком транспорте вида по реке. Ну и в данное время были сданы заявки, как и Гродно, так и Друзкиненкаем на получение финансирования евросоюзных фондов на строительство велосипедной пешеходной дорожки от городов поближе друг к другу. Такие работы ведутся в данное время. Ну и я думаю, что год-другой и такая дорожка полностью соединит Гродно и Друзкиненкаем. Спасибо вам за то, что уже марафонцы каждый год преодолевают этот вот олимпийский марафон из Друзкиненкаем Гродно, даже не останавливаются на границе и наоборот, и устанавливают новые рекорды. Вы тоже, в общем-то, стояли у истоков этого марафона. Как в этом году он прошел? Ну, как-то сколько лет это происходило, это бывает довольно успешно, и это очень красивый пример, как можно пересекать границу, не стоя там полчаса, час или еще больше. И я думаю, что в дальнейшем руководство наших государств сделает все, чтобы эта граница была как можно быстрее пересекаемой. И очень надеемся, имеем большие желания, что эти 50 километров приграничной зоны, наконец-то, были подписаны все договора, которые нужно, чтобы наши жители могли приезжать друг к другу. Поэтому и подешевле, и не нужно было бы получать визы, а просто по специальным разрешениям. Я думаю, что это тоже большое будущее, как для Гродно, где много промышленности, как для Друзкиненка и как городу-курорт. Как развивается Друзкиненка в этом году? У вас всегда много идей и множество разных партнеров, инвесторов приезжает в Друзкиненка и осуществляет новые проекты. Ну и вот самое грандиозное мы знаем, это и аквапарк, который крупнейший в Европе, и, наверное, горно-лыжный курорт. Пример его послужил и для Гродно, где тоже, в общем-то, такая гора для лыжников создана и будет, наверное, в этом году уже полноценно работать. В этом году Друзкиненка празднует 220 лет как город-курорт, в котором когда-то были найдены минеральные воды, лечебные грязи, и курорт развивался как санаторного лечения. Последние 10 лет Друзкиненка развивается как курорт и отдыха, туризма, развлечений, спорта и так далее. И вот эти объекты, о которых вы упомянули, они как раз служат для того, чтобы создать общую инфраструктуру курорта с такой инфраструктурой, которая могла бы служить для каждого, который приезжает по его желаниям, по его хобби и так далее. И мы вот сейчас как раз разрабатываем проект, который предложим и для Гродно, что каждый ученик, молодой человек, который родился, жил, учился в Друзкиненкай, он получил бы бесплатно горнолыжного спуска на лыжах. Право, да? Билет. Это, я думаю, что хорошо для каждого молодого человека. Здорово, здорово. А что еще интересного сегодня в Друзкиненкай? Интересно то, что наша инфраструктура, что город, который как город туризма, отдыха, он в каждом году делает что-то новое для наших гостей, чтобы человек, который приехал, скажем, год назад, после того, как возвращается, он нашел что-то новое, что-то интересное. Это и новые парки, и скверы, и новые услуги. И очень приятно, что частный бизнес инвестирует средства не только в большие крупные объекты, но также и в такие новые услуги, как при пляже всякая инфраструктура, как услуги и домой, и нашим клиентам, которые приезжают в город, чтобы это было бы поразнообразнее и побольше всяких возможностей. Вы как-то несколько лет назад говорили, что мечтаете приплыть в Гродно на теплоходе, и, в общем-то, это движение может тоже стать регулярным по реке Неман. В данное время как раз заканчивается проект строительства на Немане приграничного заставы, где можно будет проходить контроль документов, личности и так далее. И я думаю, что в дальнейшем это как туристический путь, он и сейчас возможен, только нужно заранее согласовать это плавание по Неману в пограничной зоне. А думаю, что в дальнейшем это вообще полностью возможно, что это будет регулярный какой-то транспорт. Трамвай ходить, такой речной трамвай между Гродно и Дурскенинкаем. Что-то такое. Ну, и Августовский канал тоже в поле зрения ваших интересов. Сегодня уже был первый сплав из Августова в Гродно через Августовский канал, через все шлюзы на маломерных судах, на яхтах. И канал доказал, что он уже способен открывать регулярные туристические маршруты. То есть из Польши в Гродно и затем в Дурскенинка. Сегодня как раз на форуме послы и Литвы, и Польши как раз упомянули, говорили о том, что Польша, Беларусь, Литва, это Дурскенинкай, это те районы, города, которые можно по Неману достичь. И я думаю, что в будущем это будет не только что реально, но и возможно. Ну, литовские бизнесы уже давно у нас в Беларуси и большинство самых первых совместных предприятий были созданы с литовским капиталом. И они успешно работают. Вы об этом знаете, наверное. И вопрос такой, какие еще проекты интересны для инвестирования литовскими бизнесменами здесь на Гронищине? Я думаю, что каждый инвеститор, бизнесмен, который работает в своей сфере, он ищет новые рынки, новые ниши в разных регионах, в разных государствах. И очень приятно, что сегодня было сказано на форуме, насколько идет рост и инвестиций, и оборота между Литвой, между Беларусью, между этими регионами. Это очень приятно. И я думаю, что властям и Литвы, и Беларуси, и регионов, и городов это единственная цель помочь нашим бизнесменам, что процветал их бизнес, а тем самым улучшалось и проживание, и дела наших жителей. Мне рассказывали, что именно Вы являетесь тем первым лицом, которое определяет политику озеленения. Дурский инкай, у всех памяти, как город, множество самых разных цветов, самых разных гендрариев в центре города. И Вы следите за тем, чтобы появлялись новые растения, чтобы их было больше. Кто помогает Вам в этом и какую цель Вы ставите? Ну, цель самая главная, чтобы курорт выглядел очень красиво, в цветах, цветущий и так далее. И некоторые цветы, которые расцветают в нашем городе в сезоне, они переходят в всякие освещения зимой и осенью. Самоуправление делает конкурс на несколько лет. В нем пишется и требуется не только самая дешевая цена, но и очень детально разложить, какие цветы, какие формы будет в каждом году в городе. И в каждом году количество цветов квадратных метров в городе увеличивается. В прошлом, в этом году, извините, как раз уже расцветало на одном большом поле в парке уже не 70 тысяч, а 220 тысяч нарцизов. Это целое уже море. И получается довольно красивый праздник нарцизов, этого цветка, на который приезжают жители и других городов, и даже других государств. Запах распределяется по всему городу. Но там не только нарциссы, у вас невозможно посчитать количество растений, которые высаживаются. Конечно. Ну и возможно было бы сотрудничество, допустим, наш зеленстрой тоже мог бы какой-то опыт у вас почерпнуть. У нас тоже сегодня стремятся наши озеленители города, чтобы как можно больше новых цветов. Но вы рядом, это уже другой опыт. Можете содействовать этому? Я думаю, что тут нет никаких тайн. И если только будет желание общаться, переговаривать, смотреть. И если мы можем быть примером в этой области, мы всегда согласны. Ну, а примером и, наверное, в других. И что-то в Гродно вы тоже в качестве примера берете и каждый раз увозите себе, что-то применяете у себя. Поэтому это и есть, наверное, одна из грани сотрудничества. Конечно, только так. Ну, а вообще вот инвестфорум, который сегодня состоялся, чем он вас лично привлекает? Во-первых, это место, в котором собираются очень разные люди, разных интересов. Это от властей, политиков до бизнесменов, до жителей. И я думаю, что каждая встреча, каждое знакомство, новая информация, это дает большую пользу всем. Одним, чтобы узнавать и получить возможности, может, расширение бизнеса, может, информации. Другим, чтобы получить эту информацию и думать, как помочь друг другу. Потому что, я думаю, никогда не бывает за много общений, за много внимания. И это должно быть постоянно. Ну, и, наверное, это первый шаг к заключению каких-то долгосрочных контрактов, соглашений, которые, я надеюсь, будут и на этом инвестфоруме. Между Друзкиненко и Гродно уже контракты подписаны. Нам их в данное время хватает. А насколько я слышал, будут подписаны договора между областью Гродно и Турцией. И, наверное, больше договоров будет. Ну, а вот когда-то вы высказывали мысли о том, что неплохо было бы даже для Друзкиненко, чтобы туристы воспользовались нашим Гродницким аэропортом, прилетали сюда, и вы бы их встречали, привозили, пользу было бы и городу, и вашему, в вашей стране, и вашему городу Друзкиненко, и Гродно, и Друзкиненко. Как эта вот идея? Она еще в стадии рассмотрения? Это не только рассмотрение. Мы всегда предлагаем, как возможность такого транспорта через Гродно, через аэропорт Гродно. Пробные варианты были, и я думаю, что в дальнейшем они будут пробоваться. Самая большая проблема – это граница времени на границе, что очень наших клиентов так пугает, если можно сказать, что может нас застрять, можно еще там какие-то проблемы, может быть, иметь и так далее. И я думаю, что в дальнейшем это тоже будем рассматривать, потому что Друзкиненко большого аэропорта никогда не будет иметь. У нас есть бывший аэродром для маленькой авиации, частной авиации, а самый близкий аэропорт – это Гродненский. Этот вариант всегда будем рассматривать, и какие возможности, чтобы он был работающий и служащий не только для Гродно Беларуси, но и для Друзкиненко. С какими мыслями вы на сей раз в Гродно приехали, и какое впечатление от города? Наш город каждым годом тоже хорошеет, обновляется. Вы это замечаете? Конечно, замечаем, потому что этого не заметить невозможно. Может, одна из таких тайн, за которой тоже специально ехал на этот форум, это знакомство с новым мэром Гродно. Мы еще так лично не встречались. Это будет сегодня первая встреча. Я думаю, что мы подружимся, и в дальнейшем будем дружить не только мы, но и наши города. Ну что ж, я благодарен вам за то, что во время напряженного графика инвестиционного форума, мэр города Друзкиненко из соседней Литовской республики, наш сосед ближайший, нашел возможность побывать на телеканале Гродно+. Ваше пожелание к роднице? Больше общаться, больше внимания друг к другу. Всего самого хорошего вам, вашим семьям и вашему городу. Спасибо, спасибо. А я желаю вам, чтобы те идеи и инициативы, которые идут от вас, чтобы они всегда находили реализацию, и чтобы от этого выигрывали и Литва, и Беларусь. Спасибо. Нашим званым гостем сегодня был мэр города Друзкиненко, который связан с давними узами дружбы, Ричардес Малинавскас. Ну а на инвестиционном форуме, который здесь, и на выставке-ярмарке «Евровегион Неман» много интересного и интересных встреч. О них мы будем рассказывать, если у вас есть возможность. Побывайте еще в субботу в спортивном комплексе «Неман». Там много интересного увидите для себя. Можно найти какие-то контакты для сотрудничества. Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!